Из-за кого Алла Пугачёва и Филипп Киркоров, впервые нарушив многолетнюю традицию, отказались приехать на день рождения Игоря Крутого? Почему мир шоу-бизнеса разделился на два враждующих лагеря? И под чью дудку теперь пляшут кумиры? Актриса Елена Захарова впервые после трагической гибели своей дочки рассказывает о том, как больно начинать жизнь с чистого листа. А также долгожданная сенсация от самой обсуждаемой пары шоу-бизнеса. Яна Рудковская и Евгений Плющенко только с нами поделились своей тайной. Шикарные виллы, дорогие машины и закрытые вечеринки только для богатых и знаменитых. Словом, каникулы на миллион. Я Татьяна Соловьёва. И это новые русские сенсации. Каждая женщина в Советском Союзе мечтала, чтобы он одел её в это платье из джерси и головной убор в виде круга. Но всё самое свежее и новое всегда доставалось им, его любимым манекенам. И кого любил их кутюрье, знали только они. И сейчас знают, но молчат. Впервые олигарх Николай Агурбаш нарушит обет молчания. Он вкладывал в свою жену миллионы. Чем отплатила ему она? Как на восьмом десятке актёр Михаил Кокшенов ушёл от жены к миллиардерше? Почему урупнул брак Елены Прокловой? И кто на самом деле увёл Сергея Светлакова из семьи? Самые громкие романы и самые скандальные разводы из первых уст. Я Татьяна Соловьёва. Это русские сенсации. Смотрите прямо сейчас. Один вечер, один город, одна пробка. Как обычно в Москве. Но сегодня они не спешат друг к другу. У каждого свои дела. Тридцать лет назад Андрейченко и Дунаевский были счастливы. И о том времени они расскажут сегодня. Впервые откровения Наташи. Все мечтали её увидеть, а посидеть на этих ступеньках удалось только нам. Вот она, настоящая вилла и летняя резиденция Филиппа Киркорова. 25 миль роскошных песчаных пляжей, субтропики и океан. Среднегодовая температура 25 градусов. В общем, это Майами. Самое любимое место богатых людей и звёзд. Знаменитый бульвар Осман. Буржуазный округ Парижа и место, где живут просто очень богатые люди. Это дом месье Делона. О том, что он здесь живёт, знает мало кто. И именно сюда каждый вечер в сопровождении очередной музы, а чаще один. Он возвращается в свои апартаменты на бульваре Осман. На улицах Парижа этот аромат тройного вообще нечто неповторимое. Что скажет Делон, мне даже трудно представить. Я уже так опаздываю. А говорят, месье Делон никогда не переносит опоздание у женщин. Ален Делон говорит по-французски. Где она? Почему она опаздывает? Ален Делон говорит по-французски. Ален, я бегу! И не дай бог довести его до такого состояния. От хорошего настроения всего один шаг до гнева. Я пойду, пожалуй. Завтракай здесь одна. Куда же ты, Ален? Вернись, лесной олень, по моему хотенью. Умчи меня, олень, в свою страну оленью. Вот она, знаменитая парижская тюрьма Френ. Именно здесь в свое время сидели очень опасные итальянские и французские бандиты. Да и из других стран тоже. Сейчас это скорее СИЗО, место предварительного заключения. Именно здесь, в 35-м, в доме напротив родился Ален Делон. Прислушайтесь, они разговаривают с нами. Спустя 30 лет уже знаменит Делон напишет в своих мемуарах. Это было особое ощущение. Каждое утро из окон своего дома наблюдать решетки. Пусть даже супер знаменитой парижской тюрьмы Френ. А если присмотреться, можно увидеть ленточки общения между камерами.